всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый life влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сейчас 12 марта 1544 давненько я не пила вот такой вот растворимый напиток кэроб сначала у меня как-то очень понравился потом я перестала его пить а вот сейчас что-то вспомнила перебирала у меня же полно и чая и там всяких разных напитков и я подумала чуть ли его давно не пила надо бы его заварить вообще отлично сделала себе этот напиток и не могу понять что-то я его не пила он такой вкусный классный на обед у меня рис морковка потом морская капуста и соевый соус томатная паста приготовила себе ужин здесь 293 калории то есть это очень мало при этом продуктов тут много гречка в сухом виде 35 грамм ну и соответственно лук брюссельская капуста цветная капуста морковка репа фасоль горошек что еще немножко чеснока соевый соус томатная паста и овощной рагу кабачки там ну в общем всего понемногу 13 марта воскресенье я собираюсь студию готовлю завтрак это у меня для каши соевый соус лук укроп ну вот села завтракать потом буду собираться в студию возьму каких-нибудь вкусных перекусов с собой на прогулку я не знаю там помидор огурец китайскую капусту мои вкусняшки в контейнере из фикс прайс очень удобный считая положу скорее всего с черным хлебом бутерброд потому что гулять я буду долго занятия провела уже дошла до цска купила кофе сначала пасмурно было то он сейчас даже солнышко выглянуло сейчас уже снова скрылась на все равно тут хорошо у меня еще в планах зайти в леонардо я примерно поняла какие я хочу нитки приобрести поэтому зайду посмотрю но здесь всегда хорошо как вы знаете гулять а для меня это действительно прям отдых я конечно честно говоря но видимо когда вот несколько дней назад упала но последствия проявляются так постепенно и я не знаю как бы сегодня утром когда зашла в метро села встала у меня как бы до очень неприятно было как будто я на холодные ноги на шпагат села не потянувшись но я думала разойдусь нет не разошлась думала на занятиях все пройдет провела занятие не прошло и сейчас вот кстати пока иду мне больно но терпимо вот если я просто встану или сяду то это конечно жесть но это ладно это не вообще не страшно это все пройдет просто как бы сейчас неприятно но я все равно буду через боль ходить потому что даже когда у меня был радикулит я все равно через боль все делала и восстановилась гораздо быстрее чем если бы я не делала ничего вот ну дома честно говоря можно было поехать домой полежать но не хочу потому что мне все это все это паника на нервы действует поэтому лучше как бы здесь погулять потому что я как бы уже там с доходом на youtube все вот это я смирилась практически и ну как бы вот и в принципе если даже я буду чисто сидеть в контакте я ну как бы как блогер ничего не потеряю может быть со временем даже приобрету но не знаю сегодня люди стали паниковать что и vpn не поможет но не знаю и самое главное не понятно то ли у людей паника то ли еще что то вот но тут еще просто да вопрос в том что я подписана на бразильских блогеров есть безусловно пинтерест но это немножко не то я пинтерест люблю и подвисаю там тоже довольно часто но как бы это немного не то поэтому посмотрим короче заряжаюсь позитивчиком половина восьмого а я еще все гуляю но я заходила в ашан леонардо ваша не правда я просто зашла перекусить покупала себе творог а потом пошла в леонардо купила там некоторые нитки себе и еще гуляю сейчас здесь перекусывала китайской капусты сейчас пойду ваша куплю немного продуктов но мне так по мелочи нужно хлеба в принципе мне наверное может быть даже почти на неделю хватит ну короче я решила взять еще черный но дарницкий который мне нравится ну посмотрю может быть и китайская капуста будет на акции тогда нужно будет еще взять немного как-то так пришла домой ушастик булочку просит вот я ему купила сейчас вытащу на держи побежал сладко спит собакен у ушастого началась линька камера не передает этой огромной куче шерсти которую я вычесала сегодня 15 марта уже спасибо всем за поздравления 6 утра их получаю очень приятно сейчас уже 9 44 так что-то с фокусом ну вот я встала рано помыла голову это прям подвиг не ну на самом деле у меня просто волосы реально не пачкаются очень долго я мою их раз две недели мне во то есть мне вообще никто в жизни не подумает что у меня там волосы грязные то есть это не потом резко становятся грязными как бы мне у мамы так было то есть они у меня как бы не жирные ни разу так что мне нормально я попила кофе куску с няшками но сегодня как бы но я сначала не планировала ничего отмечать в принципе от слова совсем но вчера вечером подумала что может быть я и отмечу по крайней мере ну так побалую себя чем-нибудь хотя даже сначала я думала что будет по-прежнему же же скач по калориям но что-то не знаю мне такое настроение что может быть даже и отмечу ну потому что я как-то не любила никогда отмечать свой день рождения вот потому что я как бы несмотря на то что очень благодарна своим родителям за то как они меня воспитывали что они мне вообще в жизни дали за их любовь за это я все им очень благодарна но при этом я всегда была на них обижена за просто за сам факт своего рождения вот но я поняла что в принципе меня это определенным образом тормозит и не надо так ну потому что как бы да понятное дело что думающий человек не ну мои родители тоже были очень умными людьми но я считаю что думающие люди никогда другим жизни дают конечно же вот потому что можно ребенку как вот мои родители дать абсолютно все и любите я не знаю ни в чем не отказывать дать хороший уровень жизни но при этом есть масса ситуации на которые ни один из нас не может повлиять вот например да то что везде сейчас происходит потому что так или иначе мы все равно во все это втянуты вот и это уже повод ну как бы не давать другому жизнь но суть в том что ведь это же уже случилось то есть ну поэтому надо как-то все таки и учитывая что мои родители хорошие чем короче надо это отпустить и уже как бы раз я живу то и жить вот и не сотрясать и в общем-то воздух кстати за это я хочу сказать огромное спасибо люби огромное тебе спасибо потому что недавно в instagram ты буквально подобрала там пару фраз которые мне помогли вообще найти причину но это даже не причина вот то что я сейчас назвала она немножко другая скажем так найти тот момент вот эти пара таких вот емких фраз они мне помогли найти кажется причину того что меня вообще по жизни сейчас тормозит потому что даже мне мой друг говорил что да у меня была какая-то явно там в детстве или в юности травмы но я понимала что какой-то глобальной травмы у меня не было у меня было счастливое детство и вообще моя жизнь в принципе достаточно счастливая вот но я нашла тот момент который по сути дело да и положил начало как каким-то тормозам где-то так что огромное тебе за это спасибо потому что мы не могли понять и найти мне друг говорит что но ты вот ищи в чем проблема но я не могла этого понять под после послушного в instagram я как бы поняла кажется в чем причиной поэтому когда я это поняла вот буквально на следующий день то есть вчера по сути и у меня это пришло такая мысль что вообще-то я как минимум надо уже начать сейчас и со дня своего как говорится рождения вот и как бы отпустить эту ситуацию принять поблагодарить родителей как бы да и все плюс я поняла где вот это все было посмотрим вот ну а уже до самой в жизни не совершать некоторых ошибок но относительно этого все и знают мою позицию то есть вот поэтому буду жить для себя как всегда на прогулку я собираюсь долго ну надо же как совпало по моему в прошлый раз когда я выбирала вот эту маску у меня она была мятная а ногти у меня какие мне были ногти я не помню на новый год честно говоря вот ну ладно короче сейчас получилось аж под маникюр но это не специально здесь маска праймер с папайи каритей маска север с клубникой и личи вот ну в общем при макияж пост макияж ну и сегодня одну я такую делала им вот 31 декабря и я решила что сделаю ка я сейчас тоже такую масочку перед прогулкой а вот по хорошему конечно надо было тейп нанести но уже нет время потому что я собираюсь долго ну и ладно без него думаю обойдусь в общем сейчас я открою вот эту посмотрим как она сделала себе масочку она такая тоненькая классно приятно пахнет действительно пахнет папайи не она надо было мне конечно но я уже сегодня долго за компьютером сидела подписывала видео там как бы очень долго все я делала там несколько видео подписывала поэтому да вот здесь вот хмурилась и нужно было бы с самого утра себе вообще как вот встать умыться и нужно было нанести эту тейп нанести ну ладно и сейчас бы уже можно было бы просто вот масочку и было бы хорошо ну поленилась а я пахнет она правда очень приятно я сейчас собираюсь на прогулку значит несмотря на то что я зайду в кафешку я все равно беру термос здесь у меня сумочка как видите в цвет стакан он тоже фиолетовый и цвет рюкзачка здесь вот даже пуанты вот так уж получилось все подобралось у меня сегодня грохнулся карниз я его повесил силиконовая такая сумочка здесь у меня лежат лекарства вот ну а это косметичка диане спасибо за гигиеничку очень вкусно пахнет ну и конечно возьму с собой авоську хочу кстати говоря попробовать сама такую сделать как всегда утеплилась у меня тут несколько пар штанов ну и две кофты потому что вот это достаточно тонкая флисовая ну и это примерно тоже флисовая но потолще у меня сегодня хвостик здесь такие локоны из домика принцессы я хотела сегодня взять шапку свою перуанскую яркую я ее в инстаграме выкладывала но но я раньше ее носила с распущенными накрученными волосами и мне сейчас как бы это делать все лень я достала еще вот эти локоны такие узенькие сюда но это нужно было сразу их приделывать так уже не сделать поэтому я посмотрела мне все равно не понравилось как это выглядит шапкой ну нужно накручивать либо вот вот эти узенькие локоны сюда делать но опять же заранее поэтому возьму вот эту свою шапку вот но мне будет другая куртка кстати надо сейчас все переложить до какой же степени деградации я дошла я раньше помимо шарфика такого вязаного перуанской шапки я еще носила такой шар которую я сама вязала я посмотрела и поняла ночью я в спортивном наряде не пойдет к нему шаль и сверху мне не хотелось морочиться поэтому как-то так вот ну дубленка мне это в принципе нравится за такой вот яркий цвет ну в общем как-то так духе у меня сегодня клемма в общем пойду гулять сначала получу на день рождения сюрприз от виолеты спасибо тебе огромное а потом поеду гулять в авиапарк сейчас хотела получать заказ из лабиринта я уже в авиапарке сейчас пойду вот эту которая на лету здесь еще сироп бывает классный я его покупку ну как бы наливаю редко но сегодня можно вот скорее всего имбирный пряник тут еще ваниль кофе с сиропом и булочка все иду гулять из пятерочки уже вышла и прям тут перешла где не положено переходить сейчас буду гулять прохладненько конечно замерзла иду в леонардо вошла с другого входа тот что именно к леонардо ближе чтобы еще по улице долго не идти в этой части авиапарка я бываю крайне редко жива в авиапарке вот снова решила поснимать аквариум он огромный очень красивый всегда нравится на него смотреть и самого верхнего этажа снизу вообще вот сейчас смотрю необычно хотя вот именно на первом этаже я бываю редко здесь в основном так когда с эскалатора но тоже с какого этажа не посмотри везде по-новому тут вот можно почитать что он в книге рекордов гиннеса как самый высокий действительно потрясающий так что есть тут что посмотреть если еще не были рекомендую да и вообще торговый центр классный туалет я больше предпочитаю вот этот вот в оранжевой зоне я уже дома купила ушастику булочку он ее уже съел как и в тот раз московскую плюшку купила батарейки они стоят по моему 38 рублей я не знаю может быть и плохое качество хотя к слову сказать какие-то подобные батарейки я брала только пальчиковые и это кстати ашан с птичкой и могу сказать что они мне в лесах прослужили где-то около года так что может быть а те вообще по-моему были марки каждый день в общем взяла мне потребовались я уже естественно фикс прайс не успевала дальше взяла побаловаться вот такой балтийский берег чесноком этот самый апельсин вообще не собиралась но а для прикола взяла две свечки вот такие вот эти свечки стоили по кстати по 39 по моему рублей вот там были за 29 но не было моих любимых цветов поэтому взяла такие но соответственно нужно что-то такое тортик какой-нибудь но поскольку так получается что но я в оба не сильно сладким злоупотребляю учениц тоже все как-то разъехались поэтому большой брать не стала взяла такой вот мини чизкейк манговый попробую как раз он маленькие самое то ну и свечки сгодятся вот помимо этого помимо булочки собаки купила еще колбаску такую оригинальную мини написано 85 процентов мясных продуктов но не знаю я думаю что он съест потом мне потребовался в общем вот этот запасной блок для щетки роллера здесь восемь слоев 9 рублей была цена с копейками ну как бы я думаю что fix price наверное выгоднее получается но опять же я не успевала мне нужно казаться уже сейчас вот и взяла еще вот такую булочку хочу сама побаловаться ну и собаки скормлю вот она это как бы расскажу это брешь брешь и руанские 400 грамм там были еще с цукатами но так вот это стоило не поняла это чё за прикол такой соски а это другое я уже испугалась думаю господи вот и вот эта цена нормальная по которой я и брала 64 рубля но честно говоря мне не понравилось я взяла на пробу потому что брешь которая в общем за 89 которая мне очень нравится не было было вот за 90 с чем-то я покупала мне ну как то так но и вот это тоже неплохая булочка но и не вал я кстати взяла попал вот именно вот так вот соленая со сладким но когда я ем что-то не полезное я могу вот так вот развлечься вот ну спиртное показывать как бы не буду в принципе были все покупки потому что ничего особенного мне не надо сейчас поставлю тут зажгу свечки ну что с днем рождения меня ну вот такая тут у меня красота я сегодня ходила fix price купила себе кофе он уже подорожал и стоит не 99 рублей а 149 но в принципе ценник в любом случае хорошие да и куда одеваться все равно как бы дешевле точно не будет потому что пью только этот он мне нравится единственное что у них была последняя упаковка и он как видите но вакууме и видимо где-то для печалька случилось но аромат оттуда прям вот реально свежий такой но свежего кофе поэтому я сочла что я возьму ничего страшного переложу в банку я храню вот в такой киевской банке у меня крышка там кофе сохраняется прекрасно разумеется в холодильнике вот так же я фикс прайс а так что я взяла в пятерочке вот такую булочку себе на сегодня на завтра взяла помидорную не только на завтра огурец вот то что сегодня я тоже как бы позволяю себе расслабиться у меня вообще сегодня выходной практически ничего не снимала нет ну как снимала хобби влог по листушку снимала вот вот эти фрагменты снимаю то есть не то чтоб я ничего не делаю но я на расслабоне вот побаловаться взяла себе печенье вот такое не факт что его съем на понятно что вот и все и вкусняшек я что взяла понятное за день не съем просто будет лежать так лапша петра и пухлый кролик но меняет все останется тем более что мне еще и за шана сладости лежат вот мне просто захотелось так себя побаловать а так и знаете чего еще взяла взяла резинки вот такие но я и взяла не не использовать по прямому назначению точнее по прямому но и буду использовать скорее всего не я тут я хочу придумала для рукоделия точнее даже я не придумала я посмотрела там у бразильцев ну как всегда короче они меня вдохновляют вот как раз у меня и какао с вкусняшками 17 марта 10 51 я села завтракать сегодня у меня каша кофе уже все как обычно вот буквально два дня питалась не совсем правильно в связи с днем рождения хотя но как бы я отмечала но не как-то грандиозно просто позволяла себе вкусняшки но с огромным удовольствием снова возвращаюсь правильному питанию потому что чувствую себя гораздо лучше когда я ем именно такую пищу сегодня в плане в основном наверное вязание хотя нужно что-то еще и приготовить но в основном вязание поэтому сейчас разберусь быстренько со всеми видео смонтирую загружу и смогу уже спокойненько поработать я вам желаю здоровья настроение вдохновения во всем мира добра быть помягче друг другу мой инстаграмм три семерки рыжие три восьмерки до скорой встречи пока пока